Вот эта сумка будет отлично сочетаться с траповым пальто, которое так актуально в это время года. А еще вот эти ботильоны. О, уже началось, да? Короче, про дисклеймер вы помните, так что усаживайтесь поудобнее и рекомендую вникнуть в сюжет. Ведь начало озвучено по версии Кураж Бомбей при поддержке друга с усть-узы. Давай-давай-давай-давай! Дыши, 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 дыши! А я тебе говорю, он не ешь швырму поджелучную, откажет. Да вроде не острая была. Пенек, дай. Думает это, в линии жизни по локоть. Как и че так откажет где-нибудь? Вы че, быки, еще шоль кого-то позвали? А вы че, бляд, думали, мы с вами базарить шоль будем? Вон старший едет, порубает вас сейчас нахер. Нахрен так из телефона ввязываться. Пошли, а? Поехали, козлы, блядь. Вот он, обоссанется. Дай-ка пушку мне. Именной. Батя покойник подарил. Сиди в машине. Я, короче, понял, что лучше защита это нападение. Слышь, Коммерс, ты че, блядь? Ты че, сдох, что ли? Да у меня пульта даже нет, попугать просто тебя хотел. Братан, ты че? Шурма, сука! Короче, я не знаю, сами тут разбирайтесь, искусственное дыхание ему сделай. С тобой, обоссанец, мы еще разберемся. Я запомнил его. Кого? Черт та, которая мне крутила шурму. Повезло тебе, вовремя привезли. А че, я за шурма был открытся? Да нет, мы с семьи просто проверка, мы до четырех. Ну а так обычно вдвое уже дома. Держи, ты не разнее принимать. Знакомься, помнишь, я тебе рассказывал? Это милка. Который друг что-то драковал. Ха-ха-ха. Ну что, жить будет? Да, конечно. Главное, правильное питание и режим. Растряслось, пока тебя везли. Я только вот не пойму, откуда этот бык нарисовался с пистолетом. Это я ему сказала. Черт. Тяп! Да тихо, тихо. Парню и так плохо. Я так-то готова загладить свое вину. Это как же? Ну, помнишь, говорил там карбонар, не карбонар. Помню. Тогда давай завтра в Моджер. Слышь, Глудьба, меня на свидание пригласили. Вот! Вот! Поехали. Красава. Больного, больного! Больного, больного, больного! Свидание-то хорошо. Ты был что, хоть раз? Конечно. Когда отчим сигареты и чай передал. А что для свиданок-то надо? Ой! Ну, тачку, деньги, костюм. Костюм, считаю, у тебя есть. Смешно, блядь. Нужен такой. Ну, типа, как на свадьбу. У нас из корешей не женился никто. У меня у племянника недавно выпускной был. Костюм-то по-любому остался. Так он по размеру-то подойдет? Конечно, подойдет. Ему дядька пригонял. Так поехали. Погнали. Поехали. Вот здесь он и живет. Вы что, щеблы? Идите вон там, вон играйте. Людоед. Пошли, чё? Ни херась тут ресепшн. Дай-ка сфоткаю. Погнали. Всё, иду, иду. Дай-ка сфоткаю. Чё, бег? Нет. Чё, как дела? Куда в этом году поступать собираешься? Да вот, у какого института сайт меньше защищен. Понятно. Ну, к тебе по делу. Костюм с выпускного нужен. В аренду. Прямо сейчас, что ли? Ну, да. Чё, гляну. Давай, давай, давай. А я пока в косыночек поиграю. Не крошь нам ничего. Племяк, что меня хакер. За одноклассник через веб-камеру наблюдал. А та потом ноутбук бабушке подарила. И чё там был, как-то не рассказывай. Вон костюм с лентой или без. Ну, рекомендую с лентой. А тут вот облёвра. Разберёмся. Где мы? А ты бы лучше учился. А то интернет тебя не прокормит. Я вообще-то в интернете реальные бабки рублю. И потом чё? Броню на танке покупаешь? Есть тема. Вот, например, благотворительную группу помощи бездомных животным создал. Так у тебя ни кошек, ни собак нет. Дурак ты. Тут главное фотки, пожалуйста, не. Погоди. А реально так до вечера десятку насуетить? До вечера? Ну, не знаю. Тут история нужна посерьёзнее, чем с кошкой. Да и пожалуй с ним. Может, это, синяки ему сделаем? Ну, так пойдём, спустимся. Я про фотошоп. Да всё готово. Сейчас рассылка, все на районе. Разошлю. Витька все, я знаю, должны помочь. Давай, отсылай. Хорошо. Мы были в Аншаке с дверянным шпансовым 3-го ноября день рождения поэта. И мы решили на них добавить. Там были другие разные... У нас... Девятый, два шпансов, это объектив. Конечно, мы могли бы не пройти с ручки, потому что, когда, вот, говоря со современными языком, пузнём, мы... Пузнём, мы объективные. Задерживаю всех. Ну чё там шлют? Пока только в жопу. И 200 рублей с просьбой перетащить его кресло в другой подъезд. Я говорил, у нас райончик гниловатый. О, 10 тысяч привалило! Вот, бэтбой, семьдесятку скинул для Витька и во благо хороших дел. Ну, хакер, ну красавчик. Слушай, а сейчас ОБЕП накроет? Во-первых, я не знаю, что такое ОБЕП, а во-вторых, у меня камера есть. Ничегося. Щеголы! Цундук! Иду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Автолюбитель херов, у тебя где запаска-то? Да вы же сами сказали убрать её, потому что баллон не влезал. Пацаны, мне идти надо, отвечай. Да ты гонишь её? Мы из-за тебя в эту заварушку попали, а ты сваливаешь. У меня через полчаса свидание, у меня даже цветы не купил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На, живые! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! 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 Ребята, мы водили бы тебе покурить. Вить, Витя, ты чё, как, поправился? Нет, только собираюсь. Я ж тебе деньги на лечение на карту переводил. Ты чё, мент, я здоров, как бык. А боли? Блядь, я ещё думаю, откуда у неё карта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышь, жених, ты только спину не показывай. Да что ж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, засанец, костюм одел и цветы при нём. Красавчик. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мало кто знает, но эту серию отправили в страны Ближнего Востока в качестве гуманитарной помощи. Уж настолько она поднимает настроение. Кстати, как только эта серия наберёт 32 тысячи лайков, Марина Хлебникова выпустит новый агбом. А пока загуглите, кто это. Ну а если вам лень гуглить, напишите пока в комментариях рифмы на слово «Лопата». До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин